Любовь бывает разная. В массажном салоне «Ягуар» она была нелегальная и платная. Теперь пришло время платить чистой биографии тем, кто организовал интимный бизнес. 37-летний директор и администраторы – местные жительницы. Вообще, салон позиционировал себя как студия релакс-массажа. Она работала круглосуточно, и за отдельную плату можно было получить услуги сексуального характера. Объявления о предоставлении работы массажиста размещались ими в сети интернет. Во время собеседования руководство студии выясняло, готова ли девушка в ходе сеанса оказать клиенту дополнительные услуги. Услуги «Релакс» оказывали пять девушек в возрасте от 20 до 30 лет из нескольких районов Мордовии, а также из Крыма и Пензы. Все они совершеннолетние и прекрасно понимали, какой дополнительный заработок могли получить. Каждый из них был обещан гибкий график предоставления в случае необходимости жилья, безопасность обеспечения постоянными заказами и высокая заработная плата. Стоимость сеанса в зависимости от выбранной клиентом программы варьировалась от 3 до 8 тысяч рублей. Помимо официального прайса был еще один закрытый с приставкой VIP, например, массаж «Ягуар». 90 минут релакса и две девушки стоил 8 тысяч рублей. В месяц исполняющий персонал, то есть массажистки, зарабатывали около 150 тысяч рублей. Салон с нотками платного интима прикрыли сотрудники МОБОПа уголовного розыска совместно со следственной частью Следственного управления регионального МВД год назад. Вину все трое фигурантов уголовного дела признали. На время следствия и до суда с них была взята подписка о невыезде. По приговору суда 37-летний фигурант осужден на три года лишения свободы условно. 26-ти и 30-ти летние соучастницы приговорены к двум годам и одному году лишения свободы условно соответственно. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».